Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Друзья, мой родитель, протоиерей Петр Повный, спустя год после трагической мученической гибели своей супруги, моей мамы, принял монашеский постриг с именем Феодосия Киева-Печерского. Итак, невидимой духовной нитью и мы, я и мои братья, дети по плоти своих родителей, оказались духовно связанными со святыми Киева-Печерской лаврой. Святые Киева-Печерской лавры – это богоизбранный полк, лик богокрасный, источники чудес многих, иноческого и постнического общежития на Руси, первоучители и наставники. А таких благодатных мест, родивших сон святых, в мире можно счесть по пальцам рук, на Руси – по пальцам одной руки. Миллионы, нет, миллиарды духовных нитей, одна ткань исторических событий связывает белорусские земли с Киева-Печерской лаврой. Со святынями Почаева, Святогорска, Глинской пустыни, Чернигово, Елеца-Изюма, Новгород-Северска – мы связаны одной ризой Христа, одной его багреницей, одним крестом. Там находится корень православия, которым мы живем и дышим сегодня, а его артерия – Днепр, и она проходит вдоль всей Руси – Великой, Малой и Белой. Воды Днепра по-прежнему крещальные. Как кровь не меняет свой состав, так и они несут в себе отпечаток таинства, преобразовавших славян в русских по духу, в православных людей. Нам, белорусам, особо дорога лавра. Оттуда приходили монахи и основывали наши монастыри. Оттуда на наши земли приезжали проповедники, игумены, епископы. В дальних пещерах с 1887 года по 1910 год почивали мощи Всехвальной Матушки Нашей, преподобной Ефросинии Полоцкой. И ныне в Антониевских пещерах покоятся святые мощи святой девицы Иолеони Ольшанской. Киево-Печерская лавра пережила нашествие Батыя, но восстала. Лавра была центром сопротивления унии и политики западной соседки, и в ней находили живительную поддержку белорусы, стремясь стоять до последнего вздоха в истинном православии. В те же жестокие и иезуитские времена лавра сохранила себя. Атеистический, богоборческий XX век завершился возрождением православия, и лавра мгновенно расцвела в прежней красе. Во все времена благоприятные и лютые лавру возвеличивали люди, знатные и простые, своими духовными подвигами и обильными благодеяниями. Жизнь лавры – это жизнь людей. Она отображает мировоззрение и духовную красоту ее насельников и тружеников духа. История лавры – это и наша история. Неудивительно, что именно ее, жемчужину Руси, исток русскости и колыбель православия, силы князя века сего, силы, противящиеся Богу, пытаются снова обесчестить, унизить и растоптать. Они топчутся по нашему сердцу. По нашей душе. Жизнь лавры – это жизнь людей. И теперь ее жизнь зависит и от нас с вами. Какими подвигами святые возвеличивали лавру, каким деянием учили отцы братью – посту, молитве, труду и покаянию. И если мы не хотим стать соучастниками в делении Лизы Христа, если мы не хотим омыть руки и предать на поругание наших святых, то возьмем на вооружение эти четыре спасительных действия – пост, молитву, труд и покаяние. В наше время не встретишь дерзновения христиан первых веков, но и наш тихий вздох молитвы, наше пусть искупая слеза сочувствия, наша всего лишь попытка поста, наше понуждение к покаянию будут приумножены милосердием Божиим. Давайте прислушаемся к словам преподобного Феодосия Киева-Печерского. Это слова, обращенные из глубины XI века. «Бог наводит какую-либо казнь или иноплеменников по гневу своему за то, что мы не обращаемся к нему, а междоусобная брань бывает по наущению от дьявола и от злых людей. Если какая-либо страна согрешает, Бог наказывает ее, чтобы мы, покаявшись, жили так, как Бог велит. Вещая нам через пророка, обратитесь и ко мне всем сердцем вашим в посте и плаче». Прошло время праздности. И я дерзаю сказать себе и всем нам, и пламенным, и теплохладным, сегодня не время духовной беспечности. Восстанем и мы, и будем вместе с братьями и сестрами во Христе. Восстанем от сна духовного, очистим сердце покаянием. Усмирим зло в себе постом. Прибегнем к таинствам церкви. Нет чужой боли и нет чужой беды. Мы всегда были и всегда будем вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok